Обо всем более подробно. Владельцы крестьянских хозяйств в Карагандинской области до сих пор не могут вернуть обещанные проценты. Вместо денег фермеры понесли большие убытки и влезли в новые долги. Из-за нехватки денег они не смогли закупить корма, в результате чего многие животные умерли зимой от голода. Владелец крестьянского хозяйства Айдын Бабайбек, чтобы увеличить поголовье скота, заложил пять собственных квартир и по государственной программе Сабыга взял кредит на 10 миллионов тенге. Выплачивая в год по два миллиона тенге, по государственной программе один миллион должны были ему вернуть, но, по словам мужчины, обещанные проценты еще не возвращались. В 2015 году, чтобы купить 52 головы скота, я взял кредит 10 миллионов тенге по государственной программе. Вначале для оплаты кредита по договору должны были дать каникулы два года, но потом этот срок сократили до года. И после года я оплатил 3 миллиона тенге. Я взял кредит по 14 процентов, и по договору государство должно было вернуть мне 7 процентов. В прошлом году, в июле, я оплатил должную сумму. И вот прошел уже год, проценты еще не вернули. Марат Ерсин, который также как Айдын лишился более 30 голов скота, признался, что ушел в убыток и теперь не может найти деньги на топливо. В этом году зима была тяжелой для крестьянских хозяйств. Мужчина заявляет, что по субсидиям за прошлый год вообще не возвращали проценты. В 2015 году взял кредит на сумму более 9 миллионов тенге. Нужно покупать топливо и сено. Из-за того, что нет средств, ничего не приобреталось. Я надеялся на помощь от государства и заложил все свое имущество. Если в этом году не вернут обещанные проценты, то мы и без этого поголовья останемся. Точное количество владельцев крестьянского хозяйства, которые не могут получить субсидии от государства, до сих пор неизвестно. Фермеры признали, что не раз обращались в Акимат с надеждой решить проблему, но их лишь направляют по разным кабинетам. Андрей Тензо, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский.